Полководец Святой Русской Православной Церкви и Великий Князь. Александр Невский на доме номер 5 по улице Осетинской легко узнается. При нем его шлем, флаг и крест. Произведение искусства на 16-этажном здании появится в честь 800-летия со дня рождения стратега. Этот пример, как он собирал Русь, как он защищал ее, смог отразить из запада и смог договориться с востока. Это и воин был, и политик. Для нас, конечно, для Самары очень важный этот символ. На протяжении вот уже 800 лет личность эта, она находится в сфере внимания, уважения общества и государства. Он был государственник, он защищал государство и мечом, и щитом, и мудрой политикой, которую он проводил. Произведение искусства, я думаю, оно будет украшать Волгарь, будет такой своего рода визитной карточкой. Визитной карточкой станет не только мурал. Место для создания объекта современного искусства выбрано не случайно. В районе практически готов к открытию уникальный этнографический комплекс – парк Дружба народов. Несомненно, появление таких объектов, как муралы и иные украшения, они будут дополнять поездку любого гостя на территорию парка Дружба народов и в целом на территорию Волгаря. Сегодня микрорайон Волгарь, который находится в Куйбышском районе нашего города, развивается достаточно активно не только с точки зрения строительства жилья, но и с точки зрения создания общественных пространств. В пяти крупнейших городах России будут размещены муралы, посвященные 800-летию Александра Невского, как символ патриотизма и любви к родине российского народа. Самара станет первым городом, где будет нанесено памятное изображение. Инициатором размещения мурала выступила общественная палата Самарской области. Проект по созданию обновленного облика дома обсуждали с жителями. Торжественное открытие планируется 12 сентября, в день памяти великого князя. Дарья Зотова, Алексей Гринев, Новости губернии.